Привет, дорогие друзья! Все чаще приходится рассказывать о манипуляциях журналистов на всяких разных телеканалах. И вот здесь вот докатилась очередь до телеканала ЗИК. Они проманипулировали, проманипулировали самым мерзким образом, я думаю, самым таким подножным, самым гадким. Потому что манипуляция с родственниками, это самая мерзкая манипуляция. Они проманипулировали с бабушкой народного депутата от «Слуги народа» зеленой команды Марии Мезенцевой, которую я еще называл лошадкой. Мария Мезенцева поймала этих манипуляторов и она отправилась к бабушке. Напомню предысторию. Бабушка Марии Мезенцевой, которая, в свою очередь, не бабушка, а Мезенцева, заявила с трибуны Верховной Рады, что ее бабушка ждет рынка земли. Они отправились к бабушке. Оказалось, что та с бабушкой вообще не общается. Не звонит ей, не приезжает ни хрена. И бабушка не ждет рынка земли, потому что ее устраивает все и так. Но Мезенцева все опровергла. И вот она поехала к своей бабушке наконец-то. Ни разу, ни постановка, бабушка выходит. О, внученька! Бабуль, как здоровичка сегодня? Да сегодня нормально. Я честно вам скажу, когда я играл в кружке самодеятельности, а это у нас было постоянно в школе, там кто-то что-то изображал. Нет, даже в детском садике началось. Помните, утренники были? Да, да, в колготах еще все были такие. Так вот я играл лучше. А днем пять назад давление шпаривал. Я так понял, что у нее за Мезенцевой висит какая-то все-таки, там ей видно показывают, что надо говорить. Потому что как-то она как робот разговаривает. Почему шпарить начало давление днем пять назад? Страшно. Потому что до меня приехали журналисты из телеканала ЗИК. А, из-за этого давление подскочило. Ой, собаки ж собаки. Ну, Христа на них нет. И меня обдарили. Говорили, что твоя внучка Мезенцева Мария в Верховной Раде говорила, что моя бабушка хочет продать землю. А, она, понятное дело, такого не говорила. Рынок земли. Что такое рынок земли? Рынок земли это продажа или... По телевизору выходит сказала, что вы даже не против продать эту землю. Бабуль, ну такого не было. Я в выступе сказала абсолютно інше, что ты ждешь рынок земли. А, это, конечно, совсем другое. Продажа земли и рынок земли. Та ну, конечно, манипуляторы. Чтобы иметь в дальнейшем право выбору, право распоряджаться землю. Я думаю, бабушки пригрозили ножом. Может быть, даже за кадром, вот, с той стороны показывают слова, а с той стороны стоит чувак и такой... Или с колотушкой какой-нибудь. Бабушка что-то очень естественно себя ведет. Вот, что сказала Мезенцева. Сегодня на самом деле свято. Я также росла в селе. Моя бабуся зараз там проживает. И хочу ей передать тоже витание. Воно чекает рынку земли, открытия земли. Но у нас, как бы, театр юного зрителя продолжается. Ну, это не театр юного зрителя. Уже юные и актеры, вроде, уже не, ну, как бы, в возрасте, да? Я знаю, это дуже серьезно, важливая для тебя тема. Багато разів уже я говорю. Важливая тема. Помните этого в бессмертном, я считаю, произведении, ну, экранизированном? Золотой теленок, да? Где он узнаешь брата Колю? Узнаю брата Колю. Узнаешь, узнаешь брата Колю? Узнаю? Узнаю брата Колю! Мы обговорювали по телефону каждый день. Каждый день обговаривали. Ой-ой-ой-ой. Ой, и хай бы она бабушці рассказала, поговорила. Як воно, да шо воно. Это манипуляция уже началась. Это журналисты ЗИК сманипулировали. На самом деле, каждый день общались. Кто-то звонит постоянно. Ну, что там, внученька? Что там с рынком земли? А внученька ей такая. Ну, на следующий день то же самое. Ну, что так все-таки с рынком земли? По телевизору рассказала. Так вона же за мною хоть бы пообщалась. Ты, бабушка, просто забыла. Вы каждый день об этом общались. Ой, это тема важлива для меня. Конечно. Узнаю брата Колю. Когда ты приехал из Маріуполя, хотя ты жил там у нашей бабушки. Бабуль, а чи запитали тебе журналісти, чи хотела б ты право мати на распоряджение землею? Продать землю. И распоряджаться землею. Согласитесь, это абсолютно разные понятия. Бабушка уже и так распоряжается, она ее в аренду здаёт. Мне не запитали. А хотела б ты таке право мати? Хотела б таке право мати, як и все люди. Тут она не прочла слова. По всей видимости, там было написано, как все европейские люди. Потому что у всех людей нет такого права в Украине продавать землю. Ой, пока что. А мы с тобой уже общаемся. Я же езжу в Харкову постоянно. Тоже, каждый день. Каждый день я в Харкове. Вот она частейше приезжает до бабушки. Она же давно-давно была. Вот перекажите ей. Какой давно-давно. Ой, бабушка совсем плоха стала. Ой, ой, ой. Маразм. Каждый день по телефону общается. Постоянно в Харков приезжает. Что ты врешь, бабушка? И на годы два раза, и три раза. Шесть раз. Шесть раз в неделю. Шесть раз в неделю постоянно приезжают. Тут же надо как-то оправдаться. У меня же еще внуки есть. Там же не только ты у меня одна. А еще у меня внуки же есть. Бабуль, а вот я тебе витание с Верховной Рады. Закрану передавала. Ты мне через журналисты в телеканал ЗИК. Может, ты им хочешь что-то передать? Сценка продолжается. Сценка для тупых, коими они считают, к сожалению, своих избирателей, продолжается. Хочу им передать баночку соку томатного. О, я его сама закрывала. Вырастила на своем городе. А рояль из кустов не хотите достать бабушке? Подарить журналистам, чтобы они мурку сыграли? Ну, я прожила 73 роки, но такой манипуляции я еще не бачила. Больше того, за 73 года даже слова ни разу такого не произнесла. Манипуляция. А тут же чего не выучишь, когда уже. Чем они запугали ее? Мне интересно, вот она натурально запуганная. Я так думаю, что вряд ли, чтобы люди допустили, чтобы продать землю. Я не знаю. Вот арендовать, да. Не-не, именно продать. Бабушка действительно уже хочет, хочет продать. Шановные журналісти, у вевторок передаю вам цю банку соку. Бабуль, я вот что еще забыла. Ну, той ролик Зика, то окремая история. А ролик Шария, ты бачила? Вот такой. Я прям это самое, напрягся. А если бы не арендовал он у меня, например, сей земли, так а что? Вообще б ничего ж не было. Давайте к Шарию лучше, что там. Эта бабушка, когда она невменяемая была. Сейчас вот она, вот видите, она сейчас нормальная. Поэтому она рассказывает уже правду. Да Шару я не бачила. А ну зараз я тебе давай. Отсмеялся. Отсмеялся только что. Такий парубок. А что ты попалась? Ну она такая. Теба якая? Ой, это единение. Вы знаете, это единение поколений. Вот видно, что они близки. Близки, очень близки. Слава Богу, как говорится. Да. И с чем же мы зависим, если продаму землю? А не знаю. Ну с чем же, наверное. Ай, как они манипулировали. Как манипулировали. Какая молодец Мария, да? Мне кажется, все-таки лучше бы она этого не делала. Ну да ладно. Я вам напомню, почему я вообще заинтересовался Марией. Потому что она одобрительно отозвалась на отзыв некого там районного депутата в Харьковской области. Касательно того, что они просто вместе были. Мария просто думала от этой самой, от самопомощи идти. А потом передумала. Ну потому что она, во-первых, проходила уже от самопомощи. А потом самопомощь распала. И куда приткнуться? О, слуга народа есть. Сколько стоило? Я думаю, бесплатно. Просто поулыбалась. Да и все. Погрикала. Да и все. Так вот она отозвалась там одобрительно. На одно чмо, которое рассказало, что типа нормально, что на партию Шария нападают. И она там написала. Хорошо, что он Верховную Раду, что не пройдет. А вот это вот это не прошел. Мы, наверное, вряд ли с ней встретимся в Верховной Раде. Таки, да. Но по другой причине. Не по той, которую она думает. А я думаю, всем уже все становится очевидным. А о ее друге мы скоро расскажем. Потому что он написал на нас заявление. Ууу. Мне интересно. Вот на это все. Как вообще реагирует? Вот глава фракции там. Вот на это вот. Они одобряют, интересно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...